Три заседания. Именно столько времени длилось рассмотрение дела Геннадия Борисова в Ленинском районном суде. Но уже сейчас выступления бывшего замглавы города разлетелись на цитаты. Да, суд с инвестором все началось тоже с благих целей, а потом, как говорится, без попутал. Возможно, если получить легкие деньги, скружило голову, если пойму, если туманило разум. Без, как признается Геннадий Борисов, попутал в августе прошлого года. Тогда на заднем сиденье его внедорожника оперативники находят 2 миллиона рублей. Кадр задержания быстро облетают все СМИ. В ходе следствия выясняется, Геннадий Борисов с мая по август 2018 года в несколько приемов лично получил от генерального директора Уксинвест взятку в сумме 3 миллиона 900 тысяч рублей за общее покровительство коммерсанта. Обвиняемого отправляют в СИЗО. Но уже скоро он частично признает вину и заключается о следствии до судебное соглашение. В итоге Борисова отпускают под домашний арест. Теперь адвоката подсудимого просят назначить ему условный срок. Прокуратура же настаивает на трех годах колонии строгого режима. Сегодня суд выносит свой вердикт. Признать Борисова Геннадия Анатольевича виновным в назначить ему наказание. В виде лишения свободы на срок 2 года и 6 месяцев с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных административно-хозяйственных полномочий в органах местного самоправления на срок 3 года. Под стражу Геннадия Борисова заключают в зале суда. Отбывать наказание бывший чиновник будет в колонии строгого режима. Гособвинение с приговором согласилось. Как получим приговор суда, естественно, его законность будет проверена профильным подразделением прокуратуры власти, доложено руководство прокуратуры власти. Будет ли обжаловать приговор, Геннадий Борисов не уточняет. По закону на это у него есть 10 дней. Анонимых Игорь Бероев, Новости дня.